Ребят, всем привет! Сегодня мы готовим лазанью от шеф-повара Ивлева по его рецепту. Если что, я за кадром и после рецепта уже будет мукбанг. Короче, для соуса бешамель мы обжариваем муку до золотистой корочки на сухой сковороде. И, как вы знаете, в бешамель идет молоко. Но по совету от шеф-повара Ивлева я решила сделать как он молоко с луком. То есть мы берем молоко, чистим лук, и тут прикол. На самом деле молоко получилось реально очень вкусное. Мы добавляем гвоздику. Он добавляет 5 штучек, ну и я тоже взяла 5 штучек гвоздик. Втыкаем их в лук по кругу. Втыкать, кстати, достаточно сложно, но у меня получилось. И все, кладу это. Кстати, поставила на небольшой огонь, где-то на шестерку-пятерку. Дальше обжариваем муку. Знаете, муку надо дожарить до такого немного золотистого цвета, чтобы она пахла миндалем. Но у меня, кстати, реально запахло. Вот, поэтому после того, как мука будет готова, нужно добавить масло. 100 грамм. Но я добавляю чуть больше. 100 грамм масла. И дальше растапливаем масло с мукой. Если честно, по рецепту указано 200 грамм муки, но мне кажется, это многовато. И дальше вы увидите, почему. Добавляйте 100 грамм, а то и можно поменьше. 200 грамм очень много. У меня много осталось вот такой вот заготовленной муки. Все, мука с маслом готова. Ну, типа такое, знаете, песочное тесто. Я вот, ну, хорошенечко вот разминаю. И перекладываю в отдельную емкость. Ну, потому что у меня мало сковородок. А точнее, одна, которую я люблю. Воду я уже вскипятила, подсаливаю. Забыла масло, обязательно кладу масло. Ну, и кладу макароны. Если честно, они у меня все потом послиплись. Я не знаю, как готовить такие макароны. Вообще, макарон также было много. Это две пачки макарон. Мне кажется, можно было бы обойтись и одной пачкой макарон. Жарю фарш. И сразу, пока жарится фарш, делаю соус из томатов в собственном соку. Притираю блендером. Фарш я поджарила. Естественно, все это делать дольше. Я ускорила процесс. Вот, но фарш нужно хорошо. Зажарить, чтобы вышла вся лишняя вода. И наливаю томатный соус. Вот, вот, в этом самом деле, и ввесе с соком. Ну, мясо мне готовилось минут, наверное, 20-25 в общей сложности. Добавляю траву. Перец. Вообще, вроде, перец нужно добавлять прям в самом конце, но я решила добавлю для красоты сейчас. И соль. И соль. Слить тоже лучше прям в самом-самом конце, но, в принципе, я уже заканчиваю с мясом, поэтому не так страшно. Красиво бурлит. А вот в это молоко с луком нужно еще добавить чеснока. В рецепте гранулированный, но гранулированного у меня нет. Есть обычный, я добавляю его. Все размешиваю. Молоко уже тоже минут 20 на плите стоит. На небольшом огне, и потихоньку оно вот так вот закипало. Также нужно посолить. Честно, молоко становится прям очень вкусным. Плюс добавляю еще паприку. Фарш. Даже это называется соус для лазани. Блюдо кажется простым, но, если честно, возникло и много. Перевалила весь соус в отдельную мисочку. Натираю сыр. Мы на финишной прямой. У меня сыр адыгейский и тизитер, потому что не было моцарелла. Если у вас будет моцарелла, пармезан, это будет намного лучше. Но, в принципе, и с этим сыром получилось ничего. Делаем соус башамель. В общем, добавляю муку с маслом обжаренную. Вытаскиваю лук и добавляю молоко. И я сразу вижу, что что-то неладное. Потому что смесь становится просто как каша. И это я добавила половину. То есть это где-то 100 граммов. В сковородке сейчас даже меньше. Но вы видите, что этого много. Я беру свой венчик для молока взбиватель. На самом деле я им взбиваю соусы. Да, вот тут я отчаиваюсь. Ну, вы видите, да? Я не умею делать соусы башамели. Надо учиться. Да уж. У меня все было в этом соусе потом. Но я тут решаю размет лопаткой, потому что все это превратилось в какую-то кашу. Ну, ребят, я найду решение. Да, я перелила весь соус просто в эту кастрюльку и начала взбалтывать миксером. Потому что по-другому с комочками было не разобраться. Посмотрите, какая каша. Мне пришлось еще выложить и добавить последнее молоко. То есть на этот соус ушел литр молока. Солю. Но в целом, видели, да? Стало более-менее нормально. Тут я забыла включить камеру с самого начала. Мы собираем лазанью. Ну, как бы тут все очень просто. Просто слоями накладываешь и подсыпаешь сыр. Честно, по мне, я положила маловато фарша, но послушала на самом деле совета Юлиева, потому что он сказал, чем больше макарон, тем вкуснее. А по-моему, нет. Лучше кладите побольше фарша. Потому что он добавляет сочности. Вот это вот очень вкусно получается с травами, с томатами, мясом. Вот, поэтому кладите, не жалейте мяса. Я пожалела, что положила не две упаковки, а всего лишь одну. Макароны эти у меня все слиплись, пока дожидались своего часа, но, в принципе, я их разлипляла, как могла. Вот, видите, сколько я кладу мяса, и мне казалось как-то маловато, если честно, потом уже в готовом виде, но вы сами дальше все увидите. Можно поэтому класть и побольше. Все присыпаю сыром, чтобы тянулось. Но, честно, этот сыр прям сильно не тянулся. Белый соус получился отлично. Есть небольшие комочки, но это не критично. Он, правда, вкусный. Я буду теперь всегда готовить вот такое вот луково-гвоздичное молоко с чесноком, потому что это обалденно. И обязательно нужно поджаривать муку, потому что немного какой-то другой вкус у муки становится. Более ореховыми нотками она начинает отдавать. Последний слой. Я выложила оставшуюся пасту. Ну и все. Смешала вместе все соусы. Встретимся через секунду. Ребят, всем привет! Короче, это моя лазанья. Весь процесс вы наверняка уже видели. Но дело все в том, что мне кажется, ничего не получилось. Давайте попробуем. Ну, процесс вы видели, да? По-настоящему все готовила, старалась. Реально прям добавляла там всякие смеси. Вы знаете, у меня вообще с макаронами такой прям дружбы нет. Такой прям дружбы нет. К сожалению. Так. У меня, знаете, совсем мучным как-то отношения не строятся. именно что касается приготовления. Что всем приятного аппетита. Вы видите, это мой новый ободок. Как вам? Мне кажется, он классный. Фух. Не знаю, я готовила вместе с шефом Ивлевым. Слушайте, ну, режется. Сегодня очень расстроилась. Я хотела сейчас специальную форму купить. Такую, ну, вы поняли, да? Квадратную. Но, в принципе, дома ладно. Можно и в такой, если у вас нет формы. На самом деле, рецепт лазаньи простой. Мне понравилось, что Ивлев сказал, что, типа, ну, как бы, вот в Италии лазанья, а в России это картофельная запеканка. Прикольно? Я хочу тоже как-нибудь сделать еще картофельную запеканку. Я сегодня, ребят, только завтракала. Это было в 7 утра. Сейчас время 6 вечера. Я капец. Как хочу есть. Сегодня у меня камера как поставила, так и поставила. Поэтому даже ничего не стала выстраивать. Так. Не знаю. Вы знаете, уже хочется просто весны поскорее. Уже настроения как-то такого азарта нет. Хочется уже, чтобы пришла весна и стало как-то попроще. посмотрите. Так. Она очень еще горячая. Видите, да? Это специальные макароны. Как-то они называются, типа, я не помню даже название их. Ладно, ребят, показывать не могу. Так, все разваливается. Прикол в том, что эти макароны, они мне слиплись. Потому что, ну, как бы, это блюдо готовится в несколько, типа, несколько разных блюд готовится для того, чтобы все это соединить. Пока у меня ждали макароны. Они еще подслиплись, но все нормально, как бы, с ними. Ну, очень горячая. Я всегда, когда хочу что-то сама приготовить, вы поняли, да? Сюда, короче, ушло две пачки таких макарон. Как, кстати, вам такие видео, где я показываю процесс? Мне просто нравится смотреть процесс. Конечно, когда снимаешь процесс, все еще больше затягивается. в этом рецепте он еще только сказал смешно такую фразу, типа, у каждой квартиры свои командиры. Я подумала реально так. Типа, знаете, вот кому-нибудь в гости придешь, и там у человека свои порядки абсолютно. Типа, сюда не ставь обувь. Это не делай. То делай. Забавно. Я была в Италии один раз. Мы были во Флоренции, в Риме и на море ездили. там. Честно, мне Италия очень понравилась. Знаете, когда я там была, я как будто был... Я бы съездила туда еще раз. немножко когда ты первый раз приезжаешь в страну, все очень сумбурно, во-первых. Много чего не знаешь, все новое. Вот. И от этого ощущение может ну там сложить, там что-то не нравится, да, допустим, там в хафешку не в тут зашел, все уже, что-то там не нравится. Вот. Но там как бы были свои трудности, сложности в Италии, но мне там очень понравилось. И это я уже поняла после того, как мы приехали. Вот. Я осознала, что вообще Италия это очень круто. Я прям думаю, что ну Италия для меня это страна ну отложилась в памяти, и я бы очень хотела туда вернуться. то есть эта страна реально подходящая для меня. Рим шикарен. Очень красивый, знаете, как Питер, но только намного масштабнее. Большой очень горд. Очень зеленый. мы когда приезжали, сейчас же проблема с беженцами, и вот это, конечно, реально подпортило нам. Вкусно получилось. Подпортило нам впечатление. Знаете, почему? мы приехали на вокзал. Это в центре, это был реально центр города. Мы недалеко жили также от вокзала. Мы еще жили в таком отеле. Знаете, как это был частный отель. Типа, у женщины два этажа здания, по-моему, выкуплены. Это ее, типа. Там очень много таких отелей. Типа, это жилой дом, из которых два этажа это отель. Вот. И мы жили так, это было круто. Там был, знаете, ну прям старый был очень дом, это все было такое вайбовое. Так вот, мы приехали на вокзал, выходим, в Риме. А там просто на вокзале живут люди. И знаете, не так, как у нас живут люди. Ну, типа, можно подумать, там просто спит на лавке и так далее. То есть, это прямо такие темнокожие, по большей части, люди, которые у входа в вокзал, там у них тазы с водой, они спят на коробках, и их так много, что ты идешь, и ты идешь прямо вдоль них. Они там моют ноги, у них там палатки, поняли, да? анти-санитария. То же самое. Так как мы жили недалеко от вокзала, нам приходилось возвращаться вечером домой, ну, в отель. и, честно, это было страшно, особенно было пару раз, когда мне приходилось одно идти вечером, и очень много темнокожих, и, ну, как бы, я вообще ничего против не иметь темнокожих, но в том плане, что очень много темнокожих, непонятных людей, которые вокруг ходят, смотрят, что-то к тебе подходят, предлагают, и это все, конечно, не создает ощущения защищенности. И, короче, как я поняла, что местные также всем этим недовольны, они не рады, что к ним приехало, типа, куча мигрантов. Ну, то есть, они там, как бы, им так же, как и мне, стрёмно там ходить, вы понимаете? Ну, то есть, потому что это реально выглядит опасно. Вот. Этим, конечно, Рим подпортил впечатление, потому что там также, знаете, там разворошенные свати, мусорные баки, прям вот они, люди, типа, прям потрошат эти мусорные баки. Тогда это было так. Мы были, знаете, до короны еще. Но мне очень там понравился пляж. Мне, в принципе, знаете, понравилась там кухня. многие говорят, что в Италии прям обалденная кухня, но во многих местах, ну, там халтурная кухня, как мне кажется. То есть, все равно самая вкусная пицца, которую я ела, это пицца в Москве. Там у меня все такая, знаете, своеобразная. Типа, может, они не заморачиваются просто. Но я, возможно, чавкаю, извините. Также, когда мы жили у моря, мы тоже жили в частном доме. Это, нет, я это неправильно сказала. Мы жили в таком доме, который раньше принадлежал ну, какому-то, типа, очень крутому человеку, какому-то, ну, не купцу, а, ну, вельможе, даже не вельможе, ну, в общем, какому-то богатому человеку, кто имел возможность построить огромный дом на берегу моря. Мы жили вот в таком доме тоже, она уже как гостиница, и, ну, ты живешь как в музее. А для них это, типа, ну, норм. Да, вот такое вот жилье у нас тут историческое. Поэтому, честно, я Италию поюбила. мне она понравилась, там прекрасный музей. И, конечно, хотелось бы еще раз попасть туда. Потому что, ну, вообще, я за путешествия. Путешествие, это круто. Я раньше как-то, знаете, с родителями, когда ездила, мы как-то больше на море ездили. Знаете, такой вид отдыха. Наверняка, вы также ездили с родителями на море или ездите, когда ты просто приезжаешь и живешь в отеле, либо в частом отеле, ну, и ходишь просто на море, купаешься, там, ужинать, и ходите в ресторан. Сейчас я понимаю, что мне такой отдых не нравится. Ну, как бы он меня не наполняет. Мне больше нравится, куда что-то происходит, какие-то экскурсии и так далее. Поэтому уже сейчас я, конечно, предпочитаю именно такие поездки. жарко. Фух. Ребята, давайте я, наверное, к вам поверну, потому что я уже так как-то ела, когда-то мне писала, мол, ну, надо было повернуть, а в моменте забываешься. Короче, Таля мне зашла реально. Ценила я ее уже потом, когда мы приехали, когда я вообще поняла, что это было. Знаете, все-таки, когда ты в поездке, ну, типа, ты в моменте и там у тебя, не знаю, тут нога натерлась, тут еще что-то, тут поесть, тут попить. А когда ты приезжаешь домой и думаешь о том, что было, ты осознаешь, в каком месте это реально было, как это круто. В чем главное отличие, допустим, Италия от России? Ну, во-первых, это место, где были очень богатые империи, которые строили из камня, и это все сохранилось по большей части. Вот, поэтому ты реально можешь увидеть то, что было там 10 веков назад, в принципе, в каком-то таком более-менее нормальном состоянии. я, ребят, началась сходить активно в зал, заниматься спортом, и у меня еще там запланирован еще макбанг в таком формате еще один. Потом, я думаю, что у нас будет прямо-таки, знаете, такая серия, буду придумывать что-то, но без такого гастрономического, объясню, почему, все-таки сейчас весна грядет, мне бы, конечно, хотелось привести себя в форму, и, естественно, макбанги ничему такому не способствуют. Я думаю, что в следующей там несколько видео, возможно, несколько, десятка видео будет посвящено здоровому питанию, буду рассказывать, что я готовлю для себя в обычной жизни, что я ем. Мне кажется, это будет полезно кому-то и интересно. потому что конкретно я, ну, не знаю, как вы, допустим, я считаю себя толстый, но не прям толстый, но как бы я понимаю, что надо сбросить, так что кто на диету добавляйте телегу, будем вместе худеть. Ну, прям худеть, знаете, я не хочу, просто мне бы хотелось правильно питаться хотя бы на протяжении пары месяцев. Естественно, если я буду срываться, будем срываться с вами вместе. Ну, опять же, знаете, мне пристала нравиться эта терминология, там, срываться, не срываться, потому что я хочу просто, ну, нормально есть, не переедать и, в принципе, взяться здорово. Вот столько мы с вами съели. Спасибо вам большое, что поели со мной. Честно, уже у меня перебор макаронов. Подписывайтесь на меня, если еще этого не сделали и в целом все. Встретимся в новых видео и я думаю, что в новом формате. Ну, что, ребят, потерпим, правильно, до лета осталась фигню, потом, как наладим питание и уже сможем мукбанги снимать почаще. Пока что все-таки для меня мукбанги чуть тяжеловато, они меня тяготят, потому что хочется есть правильно, но, как бы, для меня, знаете, мукбанги это все-таки планка, типа, ем вкусно и обязательно, вот, но сейчас хочется такого, чего-нибудь полегче. Вот, поэтому встретимся в следующий раз, на чем-нибудь полезном. Все, всем пока.